Доброе утро! 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 Другая компания будет Радисон Блу, который сейчас, а сейчас, как ново, становится Леогран. И вторая компания будет у нас, Виталий Бурлако. Десемнение, у нас будет еще один keynote speaker, Ангела Гладей. Боицы из-за Егез будут делать team-building и, десемнение, будут присутствовать на бизнес-панел. И один проект, который мы repetим в прошлом, очень интересный, называется «Бизнес Файлз». Таким образом, мы получаем мембрии ГСАИ, и мы общаемся с границами, которые они получили в первую очередь, и мы решим о том, что мы не делаем, или как мы должны делать в данный момент. Это интересно. Вы говорите уже второй раз, взяли на вооружение. То есть, в прошлый раз это было очень уместно на прошлой конференции, да, имело успех. А может быть, что было в прошлый раз, и что конкретно, кто будет делиться? А что именно этот раз, да? Да. Дата трекута, я был один из них, и, думаю, в прямую новую файлз, и, в прямую новую оформл, и мы уже могли бы еще в два, когда в один год не решались. Да, в дата этой, есть фондарь, не знаю, как можно сказать, компании, Но это большие компании, которые стоят в Молдове, которые происходят в том, что они сейчас находятся. И они должны быть из резина, из углевания. Как вы делаете на мероприятие? Необходимо быть членом международного предпринимателя, либо любой желающий. И на конференте могут быть так мембрии ГСАИ, как и нон-мембрии. Формулария для регистрации мы находим на конференте.гси.мд. Мы регистрируем, и уже начинается, что партисменты начинают быть контактирован из организационной организации. Вот, а конкретно, кому будет интересно вот эта четвертая конференция? Тем, кто только делает первые шаги. Тем, кто еще не начал делать первые шаги, но очень хочет. Кто потенциальная аудитория в этот раз? Я думаю, что и те, и те, потому что те, которые уже сделали какие-то шаги, которые могут быть консультацией, которые могут быть обманутацией. То есть, очень многое акцент на networking, на коммуникации, на реакции, на реакции, на инструкции. И те, кто уже в начале, будут иметь более сильный, чтобы начать работать, и, по-другому, я думаю, что для обеих случаев есть, и даже для студентов, которые еще не начали, но они уже хотят, чтобы они начали работать. То есть, потенциальные бизнесмены тоже, которые еще даже не участвуют. Я предлагаю сразу после паузы узнать, что общего между катанием на велосипедах и ведением успешного бизнеса. Сразу после паузы вернемся. Продолжаем нашу программу. И хотим еще раз напомнить, что если вы мечтаете о собственном бизнесе, либо вы уже его ведете, но что-то у вас не получается, то вам будет особенно интересна конференция. Называется она «Изи-бизнес», в которой приглашены молодые предприниматели со всей Молдовы. Состоится она 10 и 11 октября. И это мероприятие организует Международная палата молодых предпринимателей Молдовы. У нас сегодня гостя, кстати, представители этой организации. Это Иоанн Пламодела и Аняла Амброси. Еще раз доброе утро. Добро пожаловать. Мы продолжаем обсуждать интересные вопросы. Вот, кстати, вот насчет здорового образа жизни. Только что затронула, да. И вот велосипеды. Что вас побудило создать вот такой необычный, ну, тренинги на велосипедах, да. Вы, получается, активно выступаете за здоровый образ жизни. Не забывайте, что вы обсуждаете довольно серьезные экономические вопросы, но вы не забываете о здоровом образе жизни. Расскажите об этом проекте, интересно. Расскажите. В Occidentе, все практики, как тинеры, как антрепренеры, все записали на локу, или на другие дороги, в обеточные дороги, сейчас на биклинии. На нам больше, это занимает машину. У нас так не принято. У нас так не принято, да? Да, у нас начинается Тукану, в Бодони. В частности, мы проходим по Радисон Блу, где уже у нас есть место в компании. Это впервые вы организовываете проекты или уже были такие попытки? Нет, это были и последние проекты. Да, это был третий проект. В первый год я не смогу, после того, как я видел позы и как они были. Вы как сами предприниматели восприняли эту идею? Насколько легко они согласились пересесть с автомобилей на велосипеды? С шуткой, либо серьезно? Примодата фостен глумы. У нас уже два года все знают, а сейчас на Унгене было много. Действительно интересно. В начале страны, в начале страны, в начале страны. И даже есть позитивный импакт. Это очень интересная инициатива. Мы поговорили уже о том, что будет такой момент, этап программы как «Business Fails». Но еще будет, вот мы вычитали «Business Network Event», еще один пункт программы, который даст возможность познакомиться участникам, как это позиционируется. Что это будет? Расскажите подробно, если действительно интересно. И в начале этого года уже назначает очень интересные моменты. Встречимый обучение. И так же два минуты. Они должны быть тратилась в действии информации безусловно. И приняли обучение о том, что они еще иностранные моменты. И так же, формулы комментируют, и им в доме объявшиеся. То есть такие деловые быстрые свидания. А я бы хотел вернуться все-таки еще к этому, тоже одной из частей данной конференции, это бизнес фейлс, ошибки бизнесменов, где Иван заметил, что у него уже было как минимум 9 открытых и закрытых бизнесов, и этого еще 2 прибавилось, и я думаю, желаю, по крайней мере, чтобы их больше не прибавлялось, неудачных бизнесов. Но мой вопрос состоит в том, что сколько у вас огромный опыт, насколько у вас большой опыт, сколько ошибок вы уже допускали, получается, в бизнесе нереально все придут смотреть, и в любом случае ошибки могут состояться, даже несмотря на то, что у вас уже было 11 неудачных опытов. Либо все-таки можно найти какую-то стратегию, концепцию, чтобы ввести идеально свой бизнес и не делать глобальных ошибок, чтобы это не приводило к закрытию. Афacción не это то, что у вас есть exactement математика, но , в таймothy, актaux нашли заинственные контакты, sevна жизнь, esfuer evil, ожиkapан а Arш Conversation BRE COMPAR, Почти партнериателям. Компания, десемненно, бюджет, темпы по которым ты сможешь. Существует огромное количество таких моментов, когда в первый момент не обращаешь отношения. Да, первая дата, эфирия, эмоции. Да, это помогает, это помогает очень много, чтобы начать на один момент, а потом, если ты не можешь, ты стынешь и не можешь продолжать делать. Но так я у меня есть доминия, который мне нравится. Я думал, что ты плачешь. Я думал, что ты плачешь, что ты плачешь, что ты плачешь. Действительно, этим опытом важно делиться. Это уже четвертая конференция подобного рода, которая проводится международной палатой молодых предпринимателей. Мне вот интересно, предыдущий опыт трех конференций, в будущем, показывает, что такие события важны для Молдовы, да, то есть на данный момент, это актуально. Участники прибавляются? Да, действительно, и особенно потому, что первые конференции, мы были открыты, только для Молдовы ДСАИ. В этом году мы решили сделать открыты, и очень хорошо, потому что мы приходили и мы, и они уже притерпы, и они уже очень быстро начали идти в организации. Вот такие конференции, но мы уже не организуем только мы, мы организуем и другие, и все остальные, и все остальные, в первые годы были более большие подписчики, потому что только организации которые были бы такие, максимум 2. А теперь у нас началось много много конференций, и это очень трудно с этим людям. Но, да, О каких цифрах сейчас может идти речь? То есть сколько сейчас планируется участников 10-11 октября? Да, мы планируем в сутки департамент, а в сутки департаменте, в сутки департаменте, в сутки департаменте, в сутки департаменте. Давайте мы еще раз напомним, где состоится событие и время начала мероприятия, чтобы наши участники знали, до какого момента они могут еще подать заявление, да, и написать форму, да, насколько я понимаю. Расскажите о таких моментах, о том, как стать участником этого семинара. Резагировка есть только недавно, когда вы подстали о том, чтобы начать сутки департаменту. Да, это же самое. Да. Резагировка находится в сутки департаменте, сутки, на сутки 9 неделя. ГОВОРИТ ПО-АНСКОВАТЬ. Начало два дня. У меня будет программа расписана вплоть до вечера. Да, да, да. Суббота, там, у нас есть сюрприз. Я писал, в общем, как-то divertение, но мы будем идти на Учин, мы будем встречать, мы будем встречать. Разговоры будут не только о работе, но и о отдыхе. Мы не работаем всю жизнь, даже в этот уикенд, мы были все коллеги на DCIM, и мы сошли с парашютом. Мы, в любом случае, мы пытаемся, мы пытаемся, мы пытаемся, мы пытаемся, мы пытаемся, мы пытаемся, не только о работе. Мы желаем, что ваша конференция прошла с успехом, у вас было больше и больше пополнялись ваши ряды новыми успешными предпринимателями, и надеемся, что ваша помощь окажет, ну, такой толчок, полезный, своевременный, на развитие всего бизнеса в нашей стране. У нас сегодня в гостях были Иоанн Пламандиала, а также Иоанн Ела Амброси, мы вас благодарим, что были у нас в гостях, и подарили нам вот эти вот несколько минут интересной информации. Я думаю, тоже у нас есть подарок. Именно так, для того, чтобы по утрам вам легче было просыпаться, вместе с компанией Яковс мы вам дарим эти ароматные баночки в кофе, пейте по утрам, ставьте наши программы, и отличного настроения. Мы движемся далее. Далее поговорим о компании Mary Kay, которая в этом году отмечает двойной праздник. На этом событии побывал наш корреспондент Александр Виеру. Он-то и расскажет, чем так знаменателен этот год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова